Этим плюшевым комочком всего две недели малыши скулят, неуверенно передвигают лапки по траве и засыпают друг на друге. Со стороны за своими щенками наблюдает мать Алабай по имени Умка. С одним из этих малышей хозяева готовы расстаться совсем скоро. Подарить щенка хотят девочки из МИАСа, мечтающие о собаке. У меня жена очень сильно сама хотела Алабай именно белого. Мы нашли в интернете 4 года назад фотографию, поехали, то есть приобрели этого щенка. Сейчас уже 4 года ей, вот она родила, и увидели, точнее не я, увидел жена, что девочка хочет Алабая, тоже белого, тоже щенка. Мечта школьницы Евы Зеленковой все-таки сбудется благодаря журналистам и неравнодушным людям. Девочка из МИАСа мечтает о собаке, непременно породы Алабай. Такого богатыря 10-летняя девочка увидела год назад, когда отдыхала в лагере. Чтобы купить щенка, она копила деньги, собирала в лесу ягоды и каждый день продавала их на местном базаре. Репортаж о Еве мы показали в эфире «Времени новостей» и история девочки растрогала жителя Ямажелинска. Семен Баканов позвонил к нам в редакцию и заявил, что хочет отдать одного из щенков. Какого именно Ева уже выбрала. Взять домой девочка хочет вот этого белого красавца. Я рада, что такие добрые люди подарят мне щенка бесплатно. Я собачку буду кормить. Однако свой мини-бизнес девочка оставлять не собирается. Планирует и дальше продавать ягоды, чтобы накопить на корм для щенка и на оплату уроков кинолога, который поможет ей воспитать щенка. Из Емажелинска в МИАС пушистый малыш сможет переехать уже через месяц, как только чуть-чуть подрастет. Дарья Шведова, Марина Быцина, Ян Кочнев, ОТВ.